Период функции. Найдите наименьший положительный или по-другому говорят основной период функции. Функция f от x равна синус 7х. Как найти период? Сначала вспомним, что такое период. Если для любого числа x из области определения функции найдется такое число t, такое, что будет выполняться равенство f от x равно f от x плюс t и равно f от x минус t, то тогда число t называется периодом функции f от x. То есть t это период функции f от x. При этом надо добавить, что в данном случае число x, а также числа x плюс t и x минус t входят в область определения данной функции. Как найти наименьший положительный период? Начнем с функции. Запишем саму функцию сначала. f от x равно синус 7х. И учитывая, что синус альфа имеет период 2пи, что это значит синус альфа имеет период 2пи? То есть если мы будем находить период относительно вот этого аргумента, то есть предположим мы вместо 7х запишем альфа, тогда если к альфа прибавить или вычесть 2пи, это наименьший положительный период синуса, то от этого ничего не изменится. То есть мы получим верное равенство. А это значит для начала прибавим наименьший положительный период к самому этому числу. Мы знаем, что от этого синус не изменится. А это значит можно записать, что синус 7х будет равен синус 7х плюс 2пи. А теперь, чтобы узнать, какой период имеет функция 7х относительно уже переменной х, нужно число 7 вынести за скобки. Выносим число 7 за скобки. Тогда у нас получается синус. 7 мы выносим за скобки. В скобках остается х плюс 2пи деленное на 7. Кто не верит, можно проверить. То есть можно 7 раскрыть скобки и 7 умножить на вот эту сумму. То есть получается 7 умножить на х будет 7х. И 7 умножаем на 2пи деленное на 7. 7, 7 сокращается. Получается 7х плюс 2пи. То есть все мы сделали правильно. Кстати, как можно рассуждать перед тем, как вынести число 7 за скобки, если числа 7 у этого второго числа нет? Мы можем мысленно умножить на 7. И чтобы ничего не изменилось, разделить на 7. А теперь вот эту семерку можно вынести. И тогда как раз у нас и получается 2пи на 7 то, что здесь у нас и получилось. Таким образом, теперь мы видим, что данная функция не изменилась. То есть была синус 7х. Осталась равна синус 7 умножить на х плюс 2пи на 7. То есть это значит, что то число, которое мы прибавляем к переменной х, как раз и является периодом. Ну, кстати, если бы здесь был знак минус, мы, кстати, могли здесь и минус поставить, тогда здесь бы был минус. То есть получается, что с учетом вот этой первой формулы, то есть вот этого первого равенства, то число, которое мы прибавляем или вычитаем к числу х, и которое не изменяет исходную функцию, как раз и называется периодом. То есть получается, что в данном случае период будет равен 2пи деленное на 7. Так и запишем. Период мы нашли. Период получился у нас равен 2пи разделить на 7. Возникает такой вопрос. А как проверить, как убедиться в том, что действительно это период? Для этого нужно подставить число t вот в это равенство. То есть попробуем подставить. Сначала запишем в левой части равенства f от x. Что такое f от x? Это синус 7х. То есть так и запишем. Можно так записать. f от x равно чему? Синусу 7х. То есть мы взяли исходную функцию f от x, которая была равна синусу 7х. Так и есть. Вот вверху она записана. Далее. Теперь мы должны по нашей вот этой вот формуле, то есть по нашему вот этому равенству, по определению периода, мы должны к самому x прибавить вот этот период. Попробуем это сделать. То есть получается тогда этот синус x исходный должен быть равен синус 7 умножить, а теперь непосредственно к переменной x мы прибавляем период, то есть 2π деленное на 7. То есть полностью действуем согласно вот этому нашему равенству. То есть к x прибавляем период. То есть тогда мы получаем x плюс, и теперь к переменной x прибавляем период тот, который мы нашли, тот, который мы сейчас проверяем. То есть 2π деленное на 7. Вот этот период мы проверяем. Прибавляем 2π деленное на 7. Теперь можно раскрыть скобки. И тогда мы получим следующее выражение. Синус. Раскрываем скобки. 7х плюс... 7,7 сократили. Получается плюс 2π. А теперь внимательно посмотрим на то, что было в начале. И то, что мы получили вот здесь вот в конце. То есть мы получили с вами действительно верное равенство. Почему? Потому что если к аргументу 7х, то есть если вот к этому углу 7х прибавит 2π, то действительно синус от этого не изменится. Потому что 2π по отношению к 7х является периодом. Поэтому мы доказали вот это первое равенство. То есть действительно f от x равно f от x плюс t. Ну точно так же аналогично можно доказать, что f от x минус t тоже будет равно f от x. То есть что вот эта первая функция равна вот этой вот последней. Каким образом? Это будет отличаться только знаком. То есть вот здесь будет знак минус. То есть надо от переменной x вычесть 2π на 7. Ну тогда мы получим вот здесь в конце вместо плюса минус 2π. Что тоже верно. То есть если мы от 7х от этого угла вычтем 2π, то все равно мы получим то же самое значение функции синуса. Таким образом мы сделали проверку и убедились в том, что действительно 2π деленное на 7 является наименьшим положительным периодом исходной функции. Пишем ответ. Ответ. Периодом данной функции синуса 7х является число 2π деленное на 7. Задача решена. Продолжение следует...